Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа «Неделя города». Смотрите выпуски. К светлому будущему в России стартовали трехдневные выборы. Крещенные блокадой, в Рязани вспоминали 872 дня героической обороны Ленинграда. Не те кулибины. В России накрыли сразу 53 цеха подпольного производства оружия. В России стартовало трехдневное голосование на выборах 2023. Компания проходит в 85 регионах. Первыми открылись участки на Камчатке. Рязань подключилась чуть позже. У нас выбирают новый состав депутатов в Рязанскую городскую думу. По данным общественного штаба наблюдателей на избирательных участках порядка 1300. 1300 наблюдателей на избирательных участках. Это примерно вдвое меньше, чем было на выборах в Госдуму. Но прозрачность кампании от этого не пострадает. Как заявила руководитель общественного штаба Наталья Гришина, помимо партийцев за ходом голосования следят и представители общественной палаты. Их обучали в течение всего лета. Фото и видеофиксация с их стороны, кстати, вполне законна. Ведет периодически фотофиксацию того, что процедуры соблюдаются, люди идут на участок. Естественно, это без всякого нарушения персональных данных. Это не фотографии крупным планом. Это без всякого размещения в СМИ и социальных сетях. То есть мы понимаем, что человек исполняет свои обязанности. Председатель областной избирательной комиссии Дмитрий Буков отметил, что все попытки незаконной агитации были оперативно устранены. Пока что поводов для беспокойства нет. Первый день голосования проходит организованно. Каких-то серьезных нарушений в рамках голосования не было. У нас вообще при открытии избирательного участка ни одной вообще конфликтной ситуации не было в этот раз. Я такого давно не помню. Но если даже сравнить 2018 год выборов в город, более динамично, скажем так, развивалась ситуация, в том числе и с утра при открытии избирательного участка. Сейчас, собственно говоря, все спокойно. Главная задача общественного штаба по наблюдению за выборами – обеспечить прозрачность, легитимность и открытость избирательного процесса. И это сделано, чтобы минимизировать всевозможные претензии. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». 8 сентября ровно 82 года со дня начала блокады Ленинграда. В библиотеке имени Горького состоялся своеобразный диалог поколений. Он был посвящен событиям военных лет, когда город, окруженный врагом, не только не сдался, но работал, сражаясь за жизнь. Ни надо мной в осколке не оборвалась, когда земля поцеливая и тряслась. Ни я в бомбоубежище кидалась. Ни мне начали снялся теплых лет, сводя с ума досудрых голодных. И ни за мной тянулся в санок след. 872 дня. Именно столько длились нечеловеческие испытания для жителей Ленинграда. Изможденные голодом, холодом, люди старались жить и работать без роптаний с надеждой на победу Красной Армии и освобождение. Трагичные события прошлого столетия вспоминают те, кто был их свидетелем. К началу блокады Ленинграда Геннадию Николаевичу Соколову было всего 4,5 года. Но события тех дней ветерану буквально врезались в память. Из трех миллионов жителей погибла половина. Страшный символ блокады Ленинграда – дневник 11-летней Тани Савичевой. Эти девять страниц стали настоящей летописью смерти. Всего 41 строка написано на неуверенном детском почве. Очень простая и оттого еще более тяжелая правда. Здесь только имена ближайших родственников и надеют смерть. В течение пяти месяцев Таня потеряла Таких страшных историй в Ленинграде в 1941 и 1942 году было не перечесть. Детям блокады пришлось слишком рано повзрослеть. Подростки заменяли своих ушедших на фронт, отцов на заводах и фабриках. Школы были отданы под госпитали. Там дети тоже оказывали посильную помощь. За работу выдавали товарные карточки с повышенной нормой хлеба ровно в два раза. С ноября по декабрь 1941 года это всего 250 граммов вместо 125. Но несмотря на голод и дефицит продовольствия, люди не становились равнодушны друг к другу. Жизнь в блокадном городе – величайший пример мужества и стойкости. Невероятные испытания, выпавшие на долю ленинградцев тех лет, отчасти отражены в документальной хронике и художественных фильмах, стихах и прозе, детских дневниках. И все эти почти 900 дней – наша народная память, которую уже не отменить никому. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Рязань – город трудовой доблести. Это стало известно после заседания Федерального оргкомитета «Победа». Из 28 городов-претендентов экспертный совет отобрал 10, включая Рязань. Владимир Путин поддержал идею присвоения нашему городу звания «Город трудовой доблести». С учетом экспертных заключений Российской академии наук, уважаемый Владимир Владимирович, разрешите представить вам 10 новых претендентов на звание городов трудовой доблести. Это Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рязань, Рубцовск, Улан-Удэ и Хантемансийск. Среди представленных городов как крупный региональный центр, так и небольшие города, но всех их объединяет огромный вклад их жителей в победу. Этого без преувеличения исторического момента вся патриотическая Рязань ждала без малого 16 лет. Именно в 2007 появилась инициатива особо отметить города, проявившие себя в тылу во время Великой Отечественной. Механизм получения звания «Город трудовой доблести» должны были запустить сами жители, в том числе через общественные организации. До регионов было четко доведено, звания будут присваивать на конкурсной основе. В этом году соискателей было 28, отобрали 10. Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рубцовск, Улан-Удэ, Хантемансийск, ну и разумеется Рязань. Рязань в годы войны выпускала более миллиона мин в месяц, это порядка 20% от потребности фронта. За годы Великой Отечественной здесь было произведено свыше 15 миллион комплектов белья и обмонтирования, свыше миллиона поробов. Решение экспертного совета Владимир Путин поддержал. Теперь это все нужно оформить технически. Предложения, которые были высказаны, сегодня сформулированы, принимаются. Будем работать над их реализацией и прошу отразить это в соответствующих документах. Поздравляю рязанцев с этим знаменательным событием. Наш город по праву заслужил это почетное звание. В годы Великой Отечественной войны сотни тысяч рязанцев, не жалея себя, работали в тылу. Плечом к плечу ковали победу. Написал в своем телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Молков. Благодарю президента за поддержку этого важного для рязанцев решения. Спасибо всем, кто поддержал нашу инициативу в голосовании. Рязань – город трудовой доблести. В библиотеке имени Горького на этой неделе вспоминали один из самых трагических эпизодов в российской истории – теракт в Беслане, в результате которого погибли 333 человека, 186 из которых – дети. Для детей Бесланской школы номер один учебный 2004 год начался с трагедии. Террористы захватили учебное учреждение вместе со школьниками, учителями и их родителями сразу после торжественной линейки. Всего более тысячи человек. Окупация бандитами продолжалась три дня. Скоро 20 лет, как случилась эта немыслимая беда, горе, перевернувшая наше представление о добре и зле. Нам казалось, что все страшное, что могло было быть, применено против человечества, случилось когда-то тогда, давно, в годы войны. Оказалось, что терроризм не истреблен. На протяжении всех дней боевики отказывались принять продукты, воду и медикаменты для заложников. А потом были взрывы, штурм и выстрелы в спину со стороны боевиков. В теракте погибло более 300 человек. Эта трагедия навсегда останется кровавым пятном на страницах истории нашей страны. Во время событий сентября 2004 года в Беслане погибли и те, кто героически ценой своей жизни спасал заложников. Их имена также навсегда останутся в нашей памяти. Они это делали не просто, что у них это профессия, потому что закрыть с собой ребенка, накрыть с собой гранату, это непросто. Это порыв души, это требование сердца. Когда ты понимаешь, что если ты этого не сделаешь, то другому беззащитному человеку будет плохо. На мероприятии память погибших почтили минуты молчания. А еще рязанцам напомнили о том, как можно предотвратить террористические акты. Бдительность, неравнодушие, исплоченность – главные факторы по борьбе с этой общей угрозой. Кристина Бочкарева, телекомпания «Город». Самых активных общественных активистов наградили в региональном ТОСе. Эти рязанцы благоустраивают свои дворы, облагораживают придомовую территорию. Номинацией в конкурсе было сразу несколько «Лучший двор», «Лучшая общественная инициатива» и даже «Лучший подъезд». При поддержке городской администрации Совет ТОСов, территориальных общественных самоуправлений, конкурс или, как его еще называют, городской смотр провел уже в 25-й раз. В этом году в списке претендентов было 168 многоквартирных домов. Номинаций было несколько – «Лучший общественный проект», «Лучшая общественная инициатива», «Лучший двор», «Лучший подъезд». И вот финал. Исполняющий обязанности мэра города Виталий Артемов поздравил и наградил самых активных. Вы проявляете чудеса, умеете собрать людей, довести свои мысли и у себя в подъезде, на территории, в доме найти тот компромисс, который будет творить всех. И потом еще это реализовать. Это у дорогого стоит, потому что именно такие примеры, они яркие, нужные и просто необходимы сейчас в нашем городе. Одни из лауреатов – жители дома по улице Космонавтов. В подобных конкурсах они принимают участие уже не в первый раз. И эта награда не единственная. Участвовали в конкурсах во Всероссийском на лучший зимний двор, на лучший летний двор. На лучший зимний двор нашему двору была объявлена благодарность. Ездили в Москву на вручение премии. Мы стараемся участвовать во всех конкурсах, потому что так как двор у нас очень красивый, новый, все делают сами жители своими руками. У нас нет управляющих компаний. Главный секрет таких вот побед, конечно, сплоченные жители многоквартирных домов, а также желание сделать свои ЖК красивыми и благоустроенными. Ведь не только центральные улицы, но и дворовые территории формируют облик нашего города. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Партнер программы «Неделя города» – «Икра и рыба Камчатская». Выставка продажи теперь и у торгового центра «Круиз». 217 подпольных изготовителей и продавцов оружия разом накрыли сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии – 53 субъектах страны, в том числе в Рязани. Патроны, магазины, ножи теперь носят статус вещдоков. Весь арсенал, судя по обстановке, мужчина хранил в собственной квартире. И это только один фигурант большого оружейного тела. А всего их в ходе совместного рейда ФСБ, МВД и Росгвардии выявлено больше 200 в 53 субъектах страны, включая и Рязань. Чего еще есть в доме? Подумай! 22 пулемета, 93 автомата, 7 гранатометов. Из незаконного оборота изъято больше 750 единиц огнестрельного оружия. Как отечественного, так и иностранного производства. Накрыли 84 подпольных мастерских по модернизации оружия. Такие вот кулибины переделывали гражданское оружие в боевое. И все эти цифры – результат рейдовых мероприятий за первые два летних месяца. А это кадры майских рейдов. Тогда было изъято почти 400 единиц оружия. Силовики также обнаружили ПТУР, ФАГОТ, ПЗРК ИГЛА и 59 килограммов пороха и тротила. Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается. 20-летняя уроженка Липецкой области осуждена за покушение на убийство своей новорожденной дочери, сообщает пресс-служба Рязанской областной прокуратуры. Суд выяснил, что 7 июня 2023 года в Старожиловском районе женщина по месту проживания родила девочку без помощи медиков. После отнесла и оставила малышку в расположенную рядом лесополосу. Плач новорожденной услышал проходивший мимо местный житель, который вызвал сотрудников правоохранительных органов и скорую. Девочку доставили в областной перинатальный центр, где оказали квалифицированную медпомощь. Суд, рассмотрев уголовное дело, оценив характер и степень общественной опасности преступления, личность виновной, влияние наказания на исправление осужденной, и с учетом мнения государственного обвинителя, пришел к выводу, что исправление подсудимой будет достигнуто при назначении ей наказания в виде ограничения свободы на 3 года. Злоумышленница полностью признала свою вину и рассказала об обстоятельствах совершенного преступления. Приговор в законную силу еще не вступил. Во все тяжкие пустился житель Рязанского района. Его обвиняют сразу по трем статьям, включая убийство. И совершил он все это в один день. Подробности далее. Первой машиной, попавшей в поле зрения фигуранта, стал УАЗик. Подвыпивший житель села Дашки-2 знал, что водитель сего аппарата двери не закрывает, а ключи чуть ли не в замке зажигания оставляет. Так было и в этот раз, говорят следователи. Угнать машину труда не составило. Первая точка маршрута – ближайший населенный пункт. Она же и стала финальной. Отечественный УАЗик там же и сломался. Но пьяный угонщик не угомонился и положил глаз на новое авто – припаркованную Ниву Шевроле. Постучался в дом к хозяину, попросил подбросить до дома. Ответ был положительным. По дороге у нашего фигуранта возник преступный умысел, направленный на убийство данного гражданина с целью завладения его автомобилем. Реализуя который, достал нож и начал хаотично наносить удары потерпевшему. Потерпевший сумел выбежать из автомобиля, вырваться, оказать ему сопротивление, в результате чего преступный умысел нашего фигуранта не был доведен до конца. Мужчину задержали. Ему предъявлено обвинение сразу по трем статьям. Покушение на убийство, сопряженное с разбоем, а также непосредственно и сам разбой с кражей. В процессе предварительного следствия, несмотря на очевидность совершения преступления и о том, что потерпевшие прямо указали на него, как на лицо совершившего их, данный гражданин вину свою не признавал. Пытался всяческим образом противодействовать предварительному следствию. В том числе нами проводилась с учетом этого длительная судебно-психиатрическая экспертиза, производство которой поручалось экспертам Института Сербского города Москва. В результате которой все-таки был сделан вывод о вменяемости данного фигуранта, в связи с чем ему было предъявлено обвинение. Сейчас обвиняемый заключен под стражу. Максимальный срок, который ему грозит, до 20 лет лишения свободы. А учитывая, что мужчина неоднократно судим, то, вероятно, судья снисхождение вряд ли проявит. Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Новая точка продаж икры и рыбы Камчатской открылась на этой неделе возле торгового центра Круиз. Теперь приобрести вкусные и свежие морепродукты может гораздо больше рязанцев. Межсезонье – период сложный для здоровья. За счет каких продуктов питания можно восполнить недостающие в этот период витамины и полезные микроэлементы. В этом случае рыба – неотъемлемый рацион домашнего меню. Вот только найти свежую и полезную рыбу непросто. Рыбная продукция с Камчатки в очередной раз становится спасением для горожан. Я взяла икру, как обычно, чавычу и белорыбецу. Просто поесть, они приехали сюда к нам к Круизу, а вот раньше мы всегда ездили к Премьеру. Нам здесь удобнее, мы здесь живем. Белорыбеца, нерка, чавыча – выловленные в камчатских водах, богаты полезными для организма микроэлементами. В фаворитах у большинства покупателей чавыча. Вкусная и полезная – вот главные критерии для покупателей. Мы постоянно находимся у Премьера, берем и здесь всегда. Мне здесь поближе, то я к Премьеру ездил, а здесь поближе. Она свежая, вкусная, хорошая. Взял белорыбецу немного, чавычу взял, икорки немножко. У чавычи высокие кулинарные качества. В мясе этой рыбы много витаминов Е, С, П, К, В1 и В2. Кроме витаминов много в ней и нужных для человеческого организма микроэлементов. Фтор, калий, магний, натрий, хром, кальций, цинк и многое другое. На 100 грамм мяса содержится до 20 граммов протеина. Есть в продукте омега-3, что тоже очень важно для человека. У чавычи легко усваивается как само мясо, так и икра. Мясо этой рыбы нежирное по сравнению с мясом других лососевых и поэтому легко усваивается. Брала пал чавычу, вот что такое. А сейчас вот купила белорыбецу. Ну я здесь вот живу рядышком, второго в городке. Тут пешком, конечно. Вкусное, полезное. Если постоянно употреблять мясо чавычи, можно поддерживать сосуды в тонусе, снизить риск заболевания слабоумием, тромбозом, улучшается кровообращение, предупреждаются заболевания нервной системы и укрепляются кости. Поэтому рекомендуется употреблять мясо чавычи в больших количествах. Тем более из этой красной рыбы можно приготовить столько вкуснейших блюд. А на выставке продажи возле торгового центра круиз вы можете приобрести слабосоленую и копченую рыбку. Рыбу коптят на натуральных опилках, ольхи, вишни или яблони. Тем самым в рыбе сохраняются полезные кислоты омега-3 и витамины А, Д, Е, необходимые в пору осеннего сезона. Икра и рыба Камчатская возле торгового центра круиз до 9 сентября включительно. Уже в эти выходные 9 сентября стартует фестиваль «Рязанские смотрины». Самый крупный и старший на постсоветском пространстве фестиваль театров кукол, который уже много лет на несколько дней превращает Рязань в театральную столицу России. Несмотря на сложную международную обстановку и попытки закрыть российскую культуру, фестиваль остается международным. Будут гости из других континентов. «Рязанские смотрины» – это средоточие лучших спектаклей кукольного мира за последние два года. Чтобы рязанский зритель увидел исключительные постановки, каждый раз перед смотрины происходит тщательный отбор. Более 200 спектаклей было отсмотрено организаторами фестиваля, и лишь 18 из них выбраны для участия. В афише фестиваля представлено очень много спектаклей, в основу которых легли литературные или драматургические произведения замечательных авторов. Это и, конечно же, наши классики русские, это и Пушкин, и Распутин, и Достоевский, это зарубежная замечательная драматургия и литература, это и Шекспир, и Бисетт, и Хемингуэй, также Антон Павлович Чехов представлен в афише. По инициативе бессменного худрука Валерия Шацкого фестиваль принципиально носит неконкурсный характер, поэтому каждый участник получит вот такую статуэтку, изготовленную по эскизам художницы Ларисы Микиной-Прободяк на Дулевском заводе из фарфора в ограниченном количестве. В мире их будет всего 25. Традиционные дипломы созданы художником Михаилом Шелковенко. Их тоже будет всего 25. На мой взгляд, как раз сейчас Театр Кукол переживает тоже свой определенный золотой век, потому что спектакли таких просто разнообразные, по форме Петрушка смотрясь и в зеркало. И хоть он и шут, но в зеркале он видит себя королем. О качестве спектаклей, отобранных к участию в фестивале, говорит то, что сюда, в Рязань, приедут эксперты премии «Золотая маска». Они будут отсматривать спектакли с целью отбора в номинации этой желанной всеми театрами премии. К слову, часть спектаклей будет недоступна для зрителей. Их покажут исключительно для других участников. Ведь профессиональное общение – важная часть сматрин. Именно в процессе такого общения случаются открытия, озарения и развитие кукольного искусства. В тех же целях в шестой раз в рамках фестиваля ведет работу Международная школа молодых кукольников «Луна для всех одна». Результатом станет спектакль «Лаборатория», премьера которого состоится в день открытия сматрин. В лаборатории мы работаем, это очень круто, это большой опыт для меня, так как для молодого актера это очень большой опыт поработать с другими артистами, с другого театра. Спектакли пройдут на нескольких площадках – на малой и большой сценах театра кукол и театра драмы, на большой и камерной сценах филармонии. Билетов почти не осталось, но все же еще есть возможность попасть на лучшие спектакли страны. На этом у меня все новости к настоящему часу, с вами была Марина Романюк, до свидания. Это свершилось! Камчатские деликатесы в Рязани. Сцены от производителя. Наша гарантия – это наше качество. С 4 по 9 сентября у входа в ТЦ «Круиз». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова